Всем привет! Это я, не бойтесь. Ну, вернее, мои ноги. Замерзшие, уставшие, они почти уцелим. О, это мой друг. А, нет, это просто похоже на него. Пойду я дальше. А, волокую елку. Ну, вот и дорожка к дому. Ну и дубарь. А, это мои обледенелые пальцы. Пытаются открыть обледенелый замок. А, вот родной подвал. Спешу ж скорее, у меня для вас такое есть. Ну, есть это, конечно, буду только я, вы только посмотрите. Ну, хоть так, да. А вот и мистер кот. Говорит вам привет. Хотя, подождите, а ну-ка, кот, давай еще раз. Ну, в общем, он вам рад, да. Проходите, не бойтесь. Чай я быстро, только надену рубашку, которую я обычно не готовлю. Ну и холодрыга там. Вот, а гляньте, что я припер. Иди сюда. А? Зелень для кота, радость для меня. Скоро будем украшать. Но это не самое главное. Та-дам! Не слышу восторженных отзывов. Я забрал все, что было. Ну, конечно, немного, но на два раза покушать хватит. Вы же не будете. Потому что я не дам. Бабуля у метро чуть на шею не бросилась, когда поняла, что я знаю, что это. Эй, ну вы чего? Это ж топинамбур. Было, 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 такое ощущение было. Рассказываю. В эту студеную зимнюю пору. Вообще чистку я использую, конечно. Нет-нет, ее никто не присылал. Купил за свои кровные. Это я по завчерашнем ролике, если кто не понял. Вот птичка в правом верхнем углу, если что. Раз параллелим процессы. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Какой удобный чуковский, да? Огонь побольше, пусть раскаляется. А мы тем временем промыли топинамбур и режем. Как удобно. Я очень долго его ждал, чтобы исхитряться. Так что пополам, пополам, пару разрезов и хватит. Скидываем в миску к плите на раскаленную сковородку кусок масла. И исключительно сливочного, если хотите, чтобы он вкусненько был. Растопили и вперед. Да-да, как картошка. Огонь чуть выше среднего, вначале можно сильно не мешать. Спустя 3-4 минуты построим из себя шефа, благо сковорода не чугунная. Еще 5 минут на средне-большом огне. Затем уменьшим до среднего и накроем крышкой. Доводим до мягкости, проверяем на нож или на зуб. Ну кто отличит от жареной картошечки? Только ваши вкусовые рецепторы. Если еще не пробовали, много потеряли. Подъем с дивана и к метро. Пока сервируем стол, оставьте топинамбур под крышкой, чтобы не остыл. Дальше тарелку, вилку. И чтобы было не так грустно, немножко копченой вяленой рыбки я еще нашел. А также одну необычную закуску. Острый красный круглый перец с сырной начинкой. Эксклюзив, так сказать. А осталось только добавить топинамбур, посолить если нужно и наслаждаться. Вилочку только поправьте. Ага, отлично. Я ждал этого с прошлой зимы. Это настолько вкусно, даже без соли. Такое ощущение, что Новый год уже наступил. Увидимся. Редактор субтитров А. Осталом. Редактор субтитров А.